СПОРТИК 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 Капитаны команды Нургалиев и Гафуржана Сюембаева отдавать тем командам, которые по составу были сильнее нас. И ребята захотели, Галиев особенно попросил, это конечно бареческий состав не знает об этом, но он попросил меня, у меня 30 лет уже, хотелось бы мне поиграть в лиге чемпионов, хотелось бы мне занять первое место, чтобы в истории остаться. И Гафуржан Сюембаев тоже, у меня осталось немножко, я хочу тоже в Кайрате, я не знаю через 2-3 месяца они захотят мне или нет, но сейчас тот момент, когда Чесак уходит, я нужен. И пришлось мне, как говорится, скреплять зубами и отпускать их, понимая их положение. И в то же время я, как главный тренер, который немножко разбирается в футболе, подумал о том, что может дать другим тоже дорогу. Тот же Генрих засиделся, хоть он очень опытный игрок, игрок сборной Узбекистана, который в прошлом году нам помог тоже, чтобы мы заняли четвертое место. И Мардан Толюбе, который в прошлом году вообще почти не играл, особенно премии в 10 играх он вообще не играл. И посмотрев его, как говорится, на сборах, его возможности, что он может нам помочь, я, как говорится, отпустил и Гафуржан Сюембаев тоже. Я думаю, что мы здесь ничего не потеряли, такого сильно, но в то же время, конечно, хотелось, чтобы третье место занять. Но так получилось, это было угодно Всевышнему, что мы немножко остались без этого третьего места, но мы играть будем в Европе. Я думаю, что это достаточно для нас в этом году. Как вы сказали, что в игре команды был спад? Этот спад был более физический спад или психологический? Это был психологический спад. Мы понимаем, что бывают такие моменты в жизни, когда только с 2015 года из команды основного состава уходят игроки, но это по желанию тренера. Там, скажем, ушли, значит, Петров, вы знаете, да, Касьянов, вот такого уровня игроки, там, скажем, Дин Узович оттравировался, вы знаете. Сразу на их места найти тоже игроков тоже сложно. Здесь надо точно знать, что опорная зона, это очень такая зона, где, если покажи мне свой опорников, я скажу, что за команда, как говорят. И пришлось вот Диакоте нам приглашать, Чака, ну и здесь нам помогал, конечно, и Песенов, нам помогал, конечно, и в эту зону, когда мы во втором этом взяли и Гогова чуть-чуть, потом Смакову мы взяли и перекраивали. Старались, чтобы в эту зону, чтобы у нас было не слабее других команд, которые играют в первой шестерке. Очень сложно сейчас говорить о том, что я, честно говоря, уважаю и тех ребят, которые, когда ты им объясняешь, они понимают сразу, делают выводы. А когда кто сомневаться начинает, я сразу тоже о нем сомневаться начинаю, понимаете. Здесь решает главный тренер. Главный тренер сказал, все, это надо выполнять. Если где-то идут какие-то внутренние непонимания, что если тебя меняют, ты начинаешь обижаться, если тебе говорят на ошибке, ты начинаешь где-то спорить, если ты что-то им внушаешь, а он начинает уже в это не верить, это уже, ну, я думаю, что это не единомышленник. Единомышленник это тот, когда ты ему говоришь, он говорит, все, я сейчас это выполнил. Вот у нас есть такие игроки, как Тунгушбаев, там, скажем, как Мардан, там, скажем, этот Генрих. Несмотря на свой возраст, ты ему говоришь, он говорит, да, выполняет. Тот же Смаков, тот же там Кожабаев, тот же Бесенов, тот же Дякате, тот же Абдулин. И с этой стороны Симчич, им говоришь, они все выполняют, хорошо. А когда начинаешь кому-то там свое мнение, он говорит, а почему я же хотел вот так сделать, вот начинаешь сомневаться уже. А про кого вы имеете в виду, когда вы начинали сомневаться? Ну, о том же Гогу, понимаете. В последние годы же я его заменил же. Он начал сомневаться, почему, Ватериня, вы меня меняете? Я говорю, я знаю, кого меняю. И тогда, когда и касалица я выпускал, я знал, что что-то этот человек сделает. А никто же не верил. Все думали, ну, касальца, чего он этого касальца опять пускает? Все думали, правильно? Он взял и один с утра заработал. Ну, об этом кто знает это? Кто-то знает Всевышний и главный тренер, правильно? Все думали, мои помощники тоже, а зачем, типа, вот так вот, понимаете? А я говорю, спокойно, сейчас, сейчас, подождите. Я чувствую, что сейчас будет. Уходит он и зарабатывает. Я говорю, касальца, ты больной? Он говорит, нет, не больной. Я говорю, ты больной? Он говорит, нет, не больной. Я говорю, третий раз спрашиваю, ты болеешь или нет? Как он в Алма-Ате чуть нас не подвел уже, помните? Когда мы один на один сыграли. Мы его выпустили, а потом заменили. А он мне сказал, что он не болеет. А он одну передачу сделал, все, потянул. Я думаю, что ж ты так меня подвел. Я же одного человека оставил из-за тебя, кажется, не выпустил. А здесь получилось, я говорю, ты больной? Три раза просто он говорит, а потом после игры, когда мы выиграли, он говорит, да нет, я же вам сказал, я не болею, я не больной. Хороший парень он, но посмотрим тоже он останется. Состав игроков, который был в начале и который в конце заметно изменился. Тот же самый шли и Нургалиев, и Суенбаев, наши местные предыдущие. Вам самому команда больше нравилась в начале сезона или в конце? По составу? Ну, здесь, видите, что с Суенбаевым и Нургалиевым, у нас был такой сплоченный состав, где играл и касались, хорошо себя чувствовал. Вот он открылся, когда здесь забил Кайрату, и когда Джамбулидова мяча забил, когда Ватрау забил, когда заработал здесь Сахтюбе пенальти. То есть у него пошло. С Нургалиевым. Он его понимал. А когда уже Нургалиев ушел, касались, как бы, стало как бы скучновато. То есть ему так определенно никто и не стал давать пас. Так как бы нацеленно. Он его находил сразу. Он рассчитывал на его скорость. Он между двух игроков, защитник, он ему отдавал так, что касались и уходил. А здесь получилось так, что уже пошла уже другая игра у Генриха. Понимаете? Он уже начал искать, скажем, этого, Москва-Лаза или касались по-другому. У Генриха есть такая позиция, что он сам иногда индивидуально может решить отдельные моменты. Забить может, заработать может, отдать хороший пас может. Вы помните, когда мы забивали Иртышу, когда мы забивали Кайрату на выезде? Всегда участвует кто? Генрих. Последний пас он отдает на фланг. И оттуда передача в середину и забивается гол. Вот в таких моментах Генрих всегда участвует. А у Нургалеева чуть-чуть другая игра. Он ищет нападающего, который у Скоростного или что. Он сразу может или Юнузович хороший пас отдать, или Касалец хороший пас отдать. А здесь мы, конечно, с Нургалеевым и Гафуржаном у нас была игра такая, скажем, такая, можно сказать, стержень такой был. А как они ушли, мы нашли вместо них других, которые немножко играли более, более, кажется, оригинальные, что ли. Более оригинальные. То есть у ребят было так, как бы, как бы наиграно все. Передача, а здесь нет. Перед уходом пробить поворотом, как Мордан. Или же как Генриха. Он думает, что сейчас в этот момент он пробьет, а он нет, пас хороший отдаст. Типа вот так вот было. И получилось так, что мы ничего не потеряли. Что и с теми двумя игроками, и без них тоже. Ну и получилось, что... Ну, ведь я так думаю, что мы в этом году показали тот футбол, где нашим болельщикам не стыдно. За исключением пару игр. Только вот то, что мы не очень сыграли в УЖПС, то, что мы неудачно сыграли в Тоболе, то, что мы неудачно сыграли там, скажем, дома с этим Старазовым и с этим ЖТСУ. Вот. И потеряли на последних секундах с Тоболом дома. Помните? Вот эти игры. И с этим, с УЖПС. Вот. Каких футболистов из регионеров вы бы хотели, чтобы в следующем сезоне были в составе Родовосы? И у кого действующие контракты еще есть? Из наших, да? Да. Ну, я бы хотел видеть, конечно, Симчевича, например. Гейнриха, например. Тоже у нас еще есть Декатэ, Декатэ, ну, Трайкевич, если, конечно, если он в другой клуб не уйдет. Ну, и здесь еще есть и Мчата, мы посмотрим. Кто еще у нас с регионером? Спасались. И все, да? Ну, вот так. То есть все игроки выходят довольны? Не, ну, доволен-то я, конечно, и они очень сильно постарались. Ну, нам же нужно еще расти, нам нужно прибавлять, нам нужно так давать конкуренцию этой команде Кайрата и Астане. Поэтому нам нужно более таких уже, уровня таких игроков, которые, ну, влились бы в состав, как Декатэ, как вот, как, например, сейчас Смаков, как Гейнрих, вот такие игроки, уровни, конечно, могут подумать, что Кейнрих уже, так кажется, тоже старые. Многие игроки, вот Тимачу, там, скажем, Смаков, они же не считают себя старыми, они еще могут помочь, хоть и 90 минут, но все равно где-то они могут мощно помочь, где-то более, там, одного тайма, там, скажем, тайм, еще минут 15-20. Ну, вот это надо использовать же, то мастерство, которое они могут. Поэтому, я думаю, что нам нужно где-то 3-4 легионера хорошего уровня, которые порадуют. А на какой позиции эти легионеры? Ну, хотелось бы, конечно, нападающего, хотелось бы игрока центрального защитника, хотелось бы игрока, который в опорной зоне. И хотелось бы, конечно, типа, игрока, который на фланге действовал. Какие-нибудь игроки, местные легионеры, с кем у нас действующие контракты до 2017 года? Я думаю, я сейчас даже не смотрел на контракты, сейчас надо посмотреть. Но без меня ничего не будет делаться. Ни один игрок, ни один игрок не уйдет без меня, без моего, кажется, что я скажу им, и никто не примется без меня. Так что, можете в этом быть спокойны. Отсматривали ли молодых спортсменов, молодых футболистов из Допля, есть городской школы, областной школы? Да, конечно. Кто там понравился? Да, у нас 2-3, 3-4 игрока ходят. Это есть такой Нуржан Уайс, по-моему, Пазлахан Адиль. А потом у нас есть еще Жахсабай, Улар Жахсабай, но еще у нас кто-то есть еще. После смены руководства области встречались ли вы с новым Акимом, разговаривали ли о стадионе, ведь мы снова вошли в Гребу Европы, а уже республиканские интернет-порталы говорят, что наш стадион снова не готов, вряд ли он будет готов к следующему году. Я думаю, что он будет готов, деньги есть у нас для того, чтобы сделать эти освещения хорошие. Деньги есть у клуба или у руководства области? У руководства области, которая уже у нас, кажется, на счету у стадиона. То есть у наших спортивных деятелей, которые занимаются с этим, что идет уже тендер, который, я думаю, что решат скоро, кому это поручат. Я думаю, что очень прилично нам сделают и наши чемпионские болельщики. Будут довольны тем, что будем смотреть игру, будут смотреть игру в Ордобасы уже в вечернее время, когда уже солнце взойдет. Вы уже встречались с Эхимом в гости? Пока нет. Я думаю, что я скоро встречусь. Он будет тоже, как говорится, причастен к тому, чтобы команда усилилась, команда играла хорошо и, конечно, чтобы и болельщики были довольны, и все те, кто любит футбол. В прошлом году клуб должны были выкупить, приватизировать. Вам что-нибудь известно об этом? По поводу. Ну, есть ли какие-нибудь потенциальные инвесторы, кто хочет приобрести футбольный бой наш? Я думаю, это должны быть такие богатые люди, которые вложат сюда деньги, и чтобы сделать из этого такой клуб хороший, как там, скажем, Челси, как Кайрат, там, Челси, или там, Спартак московский, или там, ну, я думаю, ну, это было бы хорошо, конечно, если появится людей, которые, в смысле, стадиону поможет, чтобы устроиться и нашему, в нашей базе, чтобы у Ордобаса была хорошая, великолепная база, как у Кайрата. Вы видели в Кайрате базу? И, конечно, хотелось бы, хотелось бы, чтобы у нас была академия тоже, свои ребята, которые росли в будущем, чтобы играли за Ордобаса, и очень хотелось бы, чтобы наши дети росли побыстрее и помогали, вот как наш тот же Тон Гужбаев, тот же, там, скажем, ребята, которые вот сейчас выходят и показывают хороший футбол, а потом их более лучшие команды забирают, тот же, там, скажем, Кагуржан Сюембаев сейчас на хорошем счету у Кайрата, и сейчас еще вот Затун Кушпаян, наверное, присмотрели, еще игроки у нас есть, которые растут очень, кажется, с таким этим, ну, я думаю, что Ордобасы должен показывать тот футбол европейский, никому за это не будет стыдно. Как Вы относитесь к изменениям в верхушке ФФК, у нас будет новый президент, единственное, это Сильду Байшаков? Я Сильду Байшаков хорошо знаю, поэтому я думаю, что если он будет, то хуже не будет, хуже не будет, будет хорошо, он профессионал, знает свои дела. Конечно, хотелось бы, чтобы вот этого шарахания не было, чтобы каждый из клубов, каждый из людей, которые понимают футбол, они вкладывали свою душу для того, чтобы казахстанский футбол как бы более, как говорится, приблизился хотя бы российским футболом. Например, российский футбол, вот смотришь 16 команд, вроде бы ровные, понимаете, у них. Я понимаю, у них тоже как-то с бюджетами совсем, но они все равно выше нас, на голову, если не на две. Нам тоже хотелось, понимаете, и хотелось бы, конечно, чтобы мы выходили из группы, играли на чемпионатах мира, Европы, как в прошлом году в Астана, хотелось бы, чтобы лиги чемпионов, лиги Европы. Я тогда сказал, вот наш футбол чего-то достиг. В других республиканских СМИ появилась информация, что вы раньше были вице-президентом федерации, а теперь эту должность у вас убрали. Были ли вы вообще вице-президентом и сейчас работаете? Я был вице-президентом. А сейчас? Меня не убрали. А мне за то, что я... Я был и вице-президентом, и был членом исполкона. И сейчас, так как я главный тренер Орда-Басы, мне сказали, что можно мы другого вице-президента вместо вас возьмем, потому что вы его занимаете. Я говорю, хорошо. И сейчас на конференции тоже мне скажут, наверное, что бы я. И, кажется, я не знаю, член исполкома я буду или нет, но посмотрим. И вот в Федерации футбола говорится, что, возможно, толгата Бальцуфинова заменят другого иностранного специалиста. Как вы считаете, лучше, когда сборный тренер иностранный специалист или все-таки казахстанский? Я думаю, что казахстанский. А почему? Да потому что менталитет, особенно наших казахов, знает только казахстанский тренер. Понимаете? Поэтому иностранному специалисту, конечно, никто не против того, что иностранные специалисты, они как-то хуже знают или они более так, я вам скажу, в футболе разбираются хорошо. Но иностранный пока специалист привыкнет к тому, что это годы пройдут. Менталитет совсем другой. Понимаете? И то, что сейчас они возьмут иностранного специалиста, то, что он будет игру ставить, скажем, кто как, но внутренне из каждого игрока он не возьмет. Он пока разберется, это много пройдет, поэтому мы можем опоздать. Я думаю, что надо дать возможность. Бальцуфину назначили, пусть он работает. И последний вопрос про областы. Когда и где начнутся учебно-тренировочные сборы и где будут проходить выездные сборы? Ну, я это скажу, где-то через недели-полторы. А-а-а. А-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok